Информационная служба первого альтернативного представляет обзор событий республики. Это международная программа «Середина земли». Здравствуйте! В студии Анастасия Лисова и начнем с новостей республики. Около 7 тысяч семей рискуют замерзнуть этой зимой. В военных городках республики снова может повториться прошлогодняя ситуация. Котельные опять не в состоянии, как следует обогреть квартиры военных. Зампредправительство республики оценило работу коммунальщиков на тройку с большим минусом. Уверенности такой нет, что котельные будут подготовлены. Это нужно сказать открыто. Но сегодня вопрос стоит именно с финансированием оборудования по этим котельным. Сегодня, к сожалению, ни на одной котельной нет ни одного подогревателя, нет насосного оборудования и много кое-чего нет. Директор Улан-Уденского филиала УАО «Славянка» Сергей Троцкий, отвечающий за коммунальное обслуживание военных городков, заверил, что его служба готова к зиме. И все же те люди, которые отвечают за исправную работу котельных, проигнорировали приглашение прийти навстречу. Дорожный вопрос вновь волнует горожан. Несмотря на то, что ремонт на многих проблемных участках уже закончился, качество дорожного полотна оставляет желать лучшего. Так, наш народный контролер Василий Солдатов оценил участок новой дороги по улице Мокрово. Конечно, разница по сравнению с той, что была, разительна, замечает наш эксперт. Однако, если говорить о качестве, то вряд ли оно соответствует стандартам. Дорожное полотно неровное, посередине видны стыки, которых быть не должно. Да и проезжая по, казалось бы, ровному участку, машина подпрыгивает на мелких ямках. Отметим, что сдать дорогу строители должны до 1 сентября. Тогда и станет известно, устроит ли такое качество чиновников городского комитета по строительству, которые будут принимать новую дорогу. Если вы тоже сняли интересное видео, приносите его на АТВ, предварительно позвонив по телефону нашей редакции 21 08 73. Сегодня в Бурятию прибыли 38 представителей Польши для участия в международной научной конференции, которая будет проходить с 21 по 23 августа на Байкале. За эти три дня планируется провести пять панельных дискуссий с самыми актуальными и наболевшими проблемами сибирского региона. Помимо польской делегации в конференции также примут участие представители еще пяти народностей. Обмен опытом с представителями разных культур очень важная, но далеко не единственная ее цель. С точки зрения русско-польских отношений существуют два таких территории и такие точки, которые имеют особое значение для польской исторической традиции и понимания своей истории. Это Петербург и Сибирь. Это два цели для нас. Во-первых, может быть, подпишем какие-то контракты о кооперации между Варшавским и Бурятским университетом, хотя я знаю, что такая кооперация уже имеет место прежде всего между этим университетом и нашим факультетом, «Артез либералис», но тоже важным является научная конференция и обмен взглядов по культуре, как я знаю и думаю, и этнографии, истории и так дальше. Каковы будут результаты столь значимого события, сейчас не берутся прогнозировать даже сами его организаторы, но, возможно, уже совсем скоро наши студенты смогут беспрепятственно ездить в Польшу по всевозможным образовательным программам. Театр одного актера, творческий вечер известного телеведущего, продюсера и исполнителя главных ролей в различных фильмах Леонида Ермольника прошел в Театре бурятской драмы. Звездный артист рассказал зрителям про некоторые яркие события из своей жизни и признался, насколько на самом деле сложна работа в кино и театре. Секреты актерского мастерства узнал Баир Цедыпов. На сцене театра звезда отечественных фильмов и ведущий известных телепередач Леонид Ермольник. В течение нескольких часов он шутил и делился со зрителями своими воспоминаниями. Также рассказал поклонникам, почему его больше нет в КВН. Немножко разошлись наши точки зрения и вкусы с руководителем КВН, с относительным мастерством, как бывает в жизни. Поэтому последние полтора года я, ну я тебе так скажу, я уже с вами отсидел. Это называется, выше только 25, по-моему, да? Нет, по-моему, выше только вышка. В Клубе веселых и находчивых Леонид Исакович провел 20 лет, и за это время он повлиял на судьбы многих талантов. Также знаменитый артист отметил, насколько сложна жизнь актера, и далеко не каждому сулит слава и народное признание. Это ужасно трудная профессия, которая вся зиждется на самолюбие, на тщеславие, на трудолюбие. И слишком много вещей должно совпасть, чтобы, дико мучаясь, страдая, конкурируя бесконечно, в результате там длинного пути ты получал удовольствие. Если есть такая возможность не быть актером, то лучше им не быть, советует Леонид Исакович. С недавних пор Ермольник является членом комитета партии «Гражданская платформа». Поддержать своего соратника пришел экс-мэр Геннадий Айдаев. Уже в тот же вечер ветеран российского кино отправился в Забайкальский край. Баир Цдыпов, Вячеслав Батоев. Первая. Альтернативная. 18 августа в России уже в 70-й раз отмечают День авиации. В этом году в Лан-Удэ площадкой для опразднования стал Международный аэропорт Байкал. Организаторы события приготовили яркую программу для горожан. Юлия Пермякова продолжит тему. В небе гости праздника наблюдали выступления пилотов и парашютистов, а на земле развернули выставку воздушных судов. Желающие могли побывать на борту крылатых машин Ми-8 и Ан-2, а также уже знаменитого дельталета, участника экспедиции Лиман-Байкал. Да, конечно, понравилось. Понравилась масштабность. В этом году хорошо подготовили, парашютисты хорошо выполнили свою работу. Как вам понравилось шоу? Да. Чего понравилось? Как парашютисты прыгают с парашютов, самолетов. Безопасность полетов, регулярность и пунктуальность задачи, которым уделяется максимум внимания в гражданской авиации. Ведь для пилотов жизнь в небе не просто мечта, это призвание. Авиаторы всегда были элитой нации, которые способствовали экономическому и социальному развитию нашей страны, соединению людей разных частей огромной нашей России. В конце праздничной программы все, кто успел приобрести билеты на экскурсионный рейс по воздушному пространству столицы, смогли рассмотреть землю с высоты птичьего полета. Юлия Пермякова, Алтар Домбаев, Первая, Альтернативная. В это воскресенье на площади Советов жители столицы смогут посмеяться от души, бесплатно посмотрев КВН. Юмористы и Бурятии, иркутские четы будут бороться за Кубок Байкала. Организаторы ждут большое количество гостей, ведь впервые КВНщики будут выступать под открытым небом. Билеты на это мероприятие, мы еще раз предупреждаем, бесплатные. Очень много в социальных сетях меня спрашивают, сколько стоит билет. Поэтому предупреждаем всех жителей Республики Бурятия, чтобы они не покупали билеты, потому что все-таки есть такое опасение, что кто-то додумается и начнет продавать эти билеты. От Бурятии разыгрывать Кубок будет новая команда Харамарин. Оценивать шутки юмористов будет жюри, в составе которых обещают пригласить знатоков команд 350 и Байкал, а также артистов бурятской сцены. Развлекательное шоу начнется в 19.00 на площади Советов. Православные верующие сегодня отмечают яблочный спас. Во всех храмах проходят праздничные богослужения. Напомню, что в этот день принято освещать яблоки нового урожая. Согласно народным приметам, если в этот день тепло и солнечно, то зима будет холодной. Если и день дождливый, то зима на прозив будет теплой. На этом у меня все. Далее смотрите новости Иркутска, Читы и Монголия. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире.